Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, шалом. Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, уроки Торы на портале ВАИКРА. И сейчас мы находимся в книге Мишлей, притчи царя Соломона, книга Мишлей. И находимся мы уже в 18 главе. Мы находимся прямо внутри 18 глава. Шалом всем участникам урока. Кто смотрит нас в прямом эфире, кто смотрит в записи. И всем шалом. И мы начинаем урок прямо ровно в 10. Проводим его в Инстаграме и в Фейсбуке одновременно. Значит, очень важно подписаться туда и туда. Мало ли, вдруг не будет Фейсбук, а так будет Инстаграм, не будет Инстаграм, а так будет Фейсбук. И в принципе, вообще в Патторе одна из мудростей не хранить яйца в одной корзине. Вот так вот. То есть нельзя все складывать в одну корзиночку, а нужно, чтобы было и Фейсбук, и Инстаграм, и на Ютуб потом я выкладываю. Сейчас есть у нас канал на Ютубе тоже, и туда тоже надо подписаться. Можно потом пересматривать, кому-то послать ссылочку. Все, всем шалом, Анна. Всем шалом, Анна Рингус. У нас очень много Ан. Знаете, что Анна – это русская транскрипция имени Хана. Просто Хэ не выговаривается. И Хана. Да, вот так. Анна, Хана. Все. Яна. А Яна – это тоже Хана, только с ошибкой. Это как есть анекдот, что Инна – это потерявшаяся в себе Нина. Вот так. Инна – это та Нина, которая потерялась в себе. Понятно? Ну, буквы переставились, она как бы потерялась в себе. Инна – Нина. Инна. Также Аня – Яна. То есть, в принципе, одно и то же слово, только Яна – Аня. Только переставлено – это справа налево. Аня – это слева направо, а Яна – это слева справа налево. Понятно, да? Хорошо, дорогие друзья. Все, мы продолжаем изучать. 18 глава. 18 глава. Значит, начали мы с того, что мы выяснили, что главная причина отделения Торы – это вожделение. То есть, человеку хочется делать то, что ему хочется, а если Тора ему запрещает, то если нельзя, но хочется, значит можно. И большинство людей, они из-за этого не соблюдают божественные заповеди, потому что их побеждает их животная натура. Теперь, второе мы узнали, что вот этот вот грешник по вожделению, он не хочет, ему не нужна никакая логика, никакие причинно-следственные связи, уроди Торы. Почему? Потому что ему хочется просто идголоть любовь, раскрыть свое сердце и жить, как хочется. И у него есть тоже на кого положиться. Есть психолог Лобковский, например, он так книгу и назвал. «Живи, как хочешь, делай, что хочешь». В общем, и он дает этому обоснование, говорит, что если ты не будешь делать, что хочешь, так ты будешь мучиться. Так не мучайся, делай, что хочешь. Правда, он не упомянул, что если ты будешь делать, что хочешь, то ты будешь потом все равно мучиться. То есть ты просто можешь... Или, например, один человек у другого хочет забрать вещь. Он сидит, у него лежит айфон, а у него нет. И он хочет делать, что хочет. Он думает, ну заберу айфон. Он у него забрал айфон, а тот его побил. Ну, то есть Лобковский предлагает, если ты, значит, хочешь, то не запрещай себе. Но это же приведет к очень разным последствиям, знаете. Значит, хорошо задумался, да, что было бы, если бы все делали, что хотят. Это было бы очень странно. Очень странно был бы мир, если бы каждый делал только то, что он хочет. И не считался бы вообще с желаниями других людей и с запретами, которые мир накладывает. Хорошо. Значит, третий отрывок. Третий отрывок нас вводит, вводит нас сейчас в мир коммуникации, искусство коммуникации. Значит, что нам говорит царь Срамон, мудреший из людей, 3000 лет назад. Он нам объясняет так, третий отрывок. Бывор, аша, багам, бус. Значит, когда зашел злодей, значит, пришло и презрение. В им колонн, херпа. И колонн это позор, а вместе с ним, значит, херпа это позорище такое, да. То есть, это все разные степени. Вот бус это презрение. Следующая колонн, это тоже позор. Ну, такой слабенький. А вот уже херпа это позорище такое прям сильное, да. О чем это говорит? Значит, есть такое понятие у человека, как почет. Почет мы все, все люди, вообще все люди до единого, можно так даже сказать. Которые, ну вот, обычные, я говорю, люди не, есть, конечно, люди такие, которые, они убрали свое эго, да. Он, ему там что-то говоришь, он говорит, вы к кому обращаетесь? Ты ему говоришь к тебе, он говорит, меня нет. Нет у меня, говорит, все, меня нет. Это уникальные случаи, когда, когда вот есть такие буддисты, например, знаете, какой самый комплимент для девушки буддистских, да, какой комплимент? Это сказать, ты никакая. Вот тебя нету, ты никакая, да. То есть, это уникально. Ну, у остальных людей у всех есть такое понятие, как кавод, почет, самоуважение, уважение к своей личности и защита своих эмоциональных, интеллектуальных границ. Я это я. Я имею право на свое мнение. И самое страшное вот было, да, мы каждое утро говорим благословение, говорим Богу спасибо, что не сделал меня рабом. Что не сделал меня рабом, потому что были такие люди, совсем недавно еще рабы, у них не было своего я, у них вообще не было. То есть, он принадлежал хозяину, его продавали, его там, я не знаю, ну, то есть, передавали, дарили. Были, например, вот эти вот крепостные, тоже примерно такая же была история. То есть, ну, давай, я тебе сейчас деревню свою подарю, значит, все, подарили деревню, крестьянам говорят, все, все собрали, значит, уезжаем. То есть, рабство это страшная вещь. И вот здесь у каждого человека есть личный кавод, самоуважение. Теперь приходит злодей. А, есть заповедь из Торы, конкретная заповедь из Торы, что мы должны уважать друг друга. Люди должны уважать друг друга, относиться к человеку с уважением. Написано в перте вот, Хавив Адам, прекрасен человек. Хавив Адам, почему он так прекрасен? Потому что он по образу Бога создан. То есть, каждый человек создал по образу Бога. И когда ты видишь человека, которого создал Бог, то ты должен его почитать просто потому, что он человек. Почитать, уважать. Про великого мудреца Раббан Йоханнен Бен Закай, про него сказано, что не было человека в мире, даже самого простого на рынке какого-то разнорабочего, который бы успел ему сказать шалом первый. Он всем первый говорил шалом, здравствуйте. Он относился с огромным уважением к каждому человеку, потому что человек по образу и подобию Бога. Теперь, что делает злодей? Злодей ведет себя прямо противоположным образом. Написано здесь так. Бывор Аша, когда пришел злодей. Злодей это тот, кто отрицает Бога, тот, кто отрицает заповеди. Он, естественно, не будет уважать, то есть, он идет против Бога. Это понятие зла. Зло это то, что против Бога. Потому что Бог добро. Бог установил, что такое добро. И тот, кто идет против Бога, он называется злодей. Хотя сам злодей, который идет против Бога, он себя злодеем не считает. Потому что, если он убрал божественную систему, что такое добро, что такое зло, то он говорит, это добро. Все, что я хочу, говорит злодей, это и есть добро. Он как бы себя поставил вместо Бога. И он свои желания, свои какие-то правила, он себя считает вместо Бога. Теперь, когда он заходит, и вокруг есть люди, да, почему вот эти вот атеисты, они очень странные. Они очень странные такие. Потому что они считают, что все вокруг обезьяны. И потом те обезьяны, обезьяны. И, значит, если я обезьяна, он обезьяна, все вокруг обезьяны. Какое уважение может быть к обезьяне? Ну, никакого. И вот заходит злодей, написано, и вместе с ним приходит бус презрения. То есть он всех презирает. Он смотрит на людей и всех презирает, смотрит там этого за то, этого за то. У того нос не такой, у этого цвет не такой, у этого, значит, там, не знаю, все вроде так. Но он злодей же, он найдет, что не так. Теперь, когда он так относится к людям, то что это вызывает? Какое-то вызывает реакцию. Есть известное, тоже мы уже учили в Мишле, что к имам по ним ли по ним? Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале? Как лево дам ли лево дам? То есть если один человек к другому относится с презрением, то тот это чувствует и тоже к нему относится с презрением. Если один человек к другому относится к вражду, он как бы перед зеркалом все время стоит. То есть один на другого хочет напасть, второй это чувствует. То есть у человека, вот Дина сейчас Димурова рожает, она в роддоме со схватками лежит и посмотрит, пока есть сила. Мы желаем ей легких родов, чтобы было ей с Божьей помощью, легкие роды хорошие и здоровый ребенок, все, чтобы было здоровье и маме, и ребенку. Это как, рода это как опасность для жизни, и вообще в принципе рода это серьезная тема. Поэтому, значит, Дина, которая молодец, она слушает рок-торы перед родами, чтобы у нее родился цадик, ребенок-праведник, который вообще будет очень много добра сделать. Хорошо. И вот, значит, но злодей, он же не так поступает. Злодей, он ко всем относится с презрением. И это вызывает ответную реакцию. То есть если злодей сталкивается с другим злодеем, проводили интересный опыт, значит, садили вот так двух человек за стол и под столом говорили, вы можете друг друга бить ногами. Но, значит, бить можно только сильнее, чем ударили тебя. Нет, бить надо точно так же, как ударили тебя. Вот такой был этот психологический опыт. Это очень интересно. Садили людей вот так под столом и говорили, вот ударь другого, а тот, значит, ну, ему отвечал с той же силой. Теперь, что доказал этот опыт? Ровно через пять минут все начинали уже пинать друг друга со всей силой. Человеку, человеку, когда его бьют, ему это больно. Ему это больно. И он думает, что он же свою боль чувствует, а чужого-то боль не чувствует. И он ему хочет вернуть такую же боль, как ударили ему, но по факту получается сильнее. Тот его ударили, ему больно. Он думает, надо ему вернуть точно так же. И он бьет сильнее, чем ударили его, потому что ему, он не чувствует боль второй стороны. То же самое происходит во взаимодействии со злодеями. Значит, один сказал, второй ответил, третий ответил, четвертый ответил, бах, и они уже все давай лупи друг друга. Это как раз вот в этом отрывке и рассказывается вот эта цепочка. Приходит злодей, с ним приходит презрение. За презрением приходит позор мягкий, а потом приходит уже позор огромный, сильный и понятно, да? То есть вот так эта штука работает. Поэтому я, например, всегда, если кто-то, например, что-то пишет плохое, то я сразу отключаю такого человека. То есть человек, который уже приходит со злом, то ты в этот момент с ним пытаться как-то, если ты можешь полностью его как бы вычеркнуть из своей жизни, лучше сразу вычеркивать, с дураками не разговаривать, не общаться, пускай они общаются с такими же дураками. Как они друг друга начнут лупить, так, значит, когда воюют, ну, две каких-то злодейских, два злодейских режима, да, какие-нибудь. Вот, например, была война Ирана с Ираком. Когда они воевали, так, значит, добрые люди, они желали успеха обоим сторонам, да, почему? Потому что если в обоих странах есть тоталитарные режимы, которые хотят уничтожить вокруг людей, которые, ну, режимы зла, да, пускай они воюют, чем больше злодеев, которые погибнет в этой войне, или они должны исправиться, или они должны друг с другом воевать, но будет очень плохо, если злодеи будут нападать на безвинных людей. Понятно, да? Хорошо, вот это мы разобрались, разобрались мы с вот этими злодеями. Теперь наоборот, нужно включать наоборот, то есть человек, который хочет, хочет, вот если мы посмотрим по-настоящему сильных, например, людей, бойцов, или возьмем вот сейчас недавно, например, было в Вене, вот просто как бы как пример, к чему приводит зло. Значит, какой-то человек в Вене, он публично начал позорить там главу Чечни, да, а он глава Чечни, он когда-то сказал, он говорит, мне все равно, я там, я, говорит, умереть не боюсь, ничего, я за позор буду всегда отвечать, ну, вот просто до конца. Прямо конкретно он когда-то выступил, об этом сказал. Но зачем этот человек, зная, что это глава Чечни, что это человек, который, который обладает огромной силой, и он объявил вслух, что он говорит, я за, если меня кто-то будет позорить, затронет мою честь, я ни с чем не посчитаюсь, мне все равно, законы государства, там все, я, говорит, ну, отвечу. Ну, какой смысл против него выступает? Ну, какой? То есть это нужно быть просто как бы, это как кидать камнем в стену или бросаться под машину. Понятно, да? Все. Теперь, значит, вот с этим мы закончили, поэтому нужно уважать каждого человека, ты никогда не знаешь, с тем ты разговариваешь, ты никогда не знаешь, чем это тебе обернется. Поэтому по умолчанию человек, который хочет правильно действовать, он должен почитать любого человека только потому, что он создан по образу Бога. Понятно? И очень важно вот научиться именно выстроить это не просто на словах, а внутреннее отношение. Есть знаменитое письмо Рамбана своему сыну. Рамбан, значит, писал своему сыну, по-моему, мы даже его размечаем. Очень, это был один из самых великих еврейских мудрецов. Если вы хотите понять вот сущность, как воспитывают, как воспитывают письмо, вот сейчас я вам прям буквально зачитаю несколько слов. Письмо Рамбана сыну. Это очень известное письмо. И вот он пишет своему сыну, да? Значит, пишет он своему сыну. Значит, сейчас я вам его прочитаю, вы увидите. Значит, Рамбан это один из самых великих мудрецов. То есть все комментарии Тора идут с его... Есть комментарии Тори. Значит, он говорит, значит, слушай, сын мой. Вот он говорит, слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отказывайся от учения матери твоей. Приучи себя говорить спокойно со всеми людьми и в любое время. И этим ты избежишь гнева, дурной черты, приводящей человека к греху. Объясняли наши мудрецы, над гневливым властвуют все виды ада. Как сказано в Каэрике, мы когда-то учили, что убери гнев из сердца твоего, и этим ты изгонишь зло из своей плоти. То есть человек, который избавился от гнева, он... Это психосоматика, он убирает болезни из себя, он убирает все эти напряжения. Сейчас ученые доказали, что основа большинства болезней, это как раз вот это вот внутренний гнев, раздражение и так далее. И значит, он говорит сыну, и когда ты удалишься от гнева, в твоем сердце проникнет смирение, на лучшее из человеческих качеств. Как сказано, вслед за смирением идет страх Божий. В Мишле это мы учили, еще не учили, 22 глава будет. Значит, вслед за смирением, когда человек, он смиренный, он не прет на всех, а он спокойный такой, все, приходит ему следом за этим, трепет перед Богом, он соединяется с Богом. Теперь дальше, вот тут он пишет, как говорить с людьми. Значит, вот, а когда ты проявишь истинную кротость, то есть стоя в смирении перед любым человеком и боясь Бога и греха, тогда на тебя снизойдет дух, божественный дух, божественное присутствие у тебя будет, и сияние ее славы, божественного присутствия, и ты удостоишься жизни грядущего мира. А сейчас мой сын пойми с предельной ясностью, он ему объясняет, что тот, кто заносится в своем сердце, возвышается над другими людьми, восстает против власти небес, потому что похваляется одеяниями небесного царства. Значит, как сказано, что Бог правит, и он облачается в одеяния величия. То есть любое величие в человеке, которое есть, это божественное проявление. Если, например, дальше он объясняет, смотрите, как он объясняет. Чем гордится человеку? Если богатством, так Бог посылает бедность, и Бог обогащает. А если почетом, так весь почет принадлежит Богу, как сказано, и богатство, и почет от Бога. То есть если у человека что-то есть, богатство, красота, почет и так далее, он должен знать, что это все подарок от Бога. То есть он просто, его накрыло вот это божественное присутствие, он не должен этим гордиться. Потому что если он будет этим гордиться, он это может легко потерять. А он должен быть благодарным Богу, он должен быть спокойным. И он говорит следующее. Что получается, он говорит, что все равны перед Богом. И человек, который это не осознает, что все равны перед Богом, он, получается, нарушает. И, значит, Бог в гневе повергает гордецов. Поэтому принись себя сам, будь скромным. То есть именно кого себя. То есть человек, он же понимает, например, что он богатый. Но он говорит, это мне Бог дал. Это я просто удостоился божественной милости, божественного подарка. И слава Богу. То есть Бог мне дал богатство, слава Богу. Но он этим не гордится. Это как бы он просто идет по миру и носит подарок. В этом случае он этот подарок несет и не теряет. Но если человек начинает наоборот. Это я. Он как бы восстает против Бога. Он гордится тем, что принадлежит не ему. Теперь, значит, и получается. Все равны перед вездесущим. В гневе своем он повергает гордецов. И по своей воле возвышает смиренных. Поэтому принись себя сам и вездесущий вознесет тебя. То есть чем ты больше себя сам принижаешь и понимаешь, что все от Бога, тем больше тебя Бог поднимает. Понимаете? Это очень интересно. И дальше в этом письме давайте мы его разместим. Я считаю, это письмо вообще надо читать. Рамбан советовал читать его каждый день. И оно достаточно короткое. Если его читать и по нему жить, то это гарантия, что будет у человека и грядущий мир, и рай. И все в этом мире будет хорошо. Все. Значит, возвращаемся к Мишле. Значит, мы поняли уже точно, что признаком злодей является презрение. Злодей позорят других людей, возвышаются над ними и так далее. Это признать и злодейство. Теперь, не-не, мы сейчас бросим ссылочку. Есть много ссылок. Просто если назвать письмо Рамбана, то его оно очень распространенное. Раз в неделю, это уже потом, когда ты уже к нему привык. А в начале стоит каждый день читать. Значит, четвертый отрывок. Четвертый отрывок звучит так. Маем амутим деврей пи иш. Воды глуботи, слова рта человека, дословно переводится. Воды глуботи, слова рта человека. Нахаль нуве мекор хахма. Значит, ручей течет из источника божественной мудрости. Значит, как работает вообще изучение Торы и как все это происходит. Вот живет человек, да. Маленький ребенок, у него нет, у маленького ребенка у него нет никакого, он не умеет разговаривать еще. Потом, значит, ребенку окружающие люди, ребенку окружающие люди, они ему дают что? Дают ему возможность разговаривать. Это очень интересно, что если ребенок до 9 лет, его не учить разговаривать, я слышал, что он уже не научится разговаривать и он больше разговаривать не будет. Почему так происходит? Вот этот вот, как в компьютере, вот этот вот центр речи, он в потенциале у ребенка есть. Но чтобы он активизировался, нужно, чтобы ребенку объясняли, он пытался разговаривать, ему давали слова и так далее. Если до 9 лет не активизировать этот центр речи, ребенок уже не будет разговаривать. Теперь, когда человек растет, ему окружающие люди дают слова, как ты кто, ему дают имя, а какой ты, ему дают, кому-то говорят, ты умничка, там ты хороший. Кто-то, например, Вовочка до 5 лет думал, что его зовут Заткнись, например, ему все время говорили Заткнись, и он думал, что его так зовут. То есть в разных ситуациях, в разных системах воспитания, в разных странах абсолютно разные подходы, как дети учат разговаривать. И есть дети, которые сидят, вот они все время, они разговаривают как мультипликационные персонажи. То есть есть даже такая книга известная, написал ее, значит, написал эту книгу «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Написал ее, выскочил у меня, кто ее написал. Значит, видите, то есть у меня точно есть имя этого человека внутри, но оно не всплывает. То есть в подсознании у меня есть имя человека, который написал книгу «Эрик Берн, всплыва». О, Эрик Берн его зовут. Эрик Берн, значит, получается, что у каждого человека внутри, его загружают какими-то словами, потом он начинает эти слова читать, слышать, у него в голове скапливается, ну, уже не в голове, в подсознании, скапливается набор каких-то идей, слов, я помню очень хорошо блатные песни, то есть я, когда учился в спортинтернате, то мы пели блатные песни, и у меня эти песни я могу спокойно там петь, гоп-стоп и так далее. Эрик Берн, да, я же сказал уже, то есть потом у меня появился там и Эрик Берн, то есть у меня внутри живет и Эрик Берн, и Шефутинский, и Вилли Токарев тоже, вот они там внутри сидят по отдельности, наверное, они, я не знаю, они в подсознании, вместе они сидят отдельно, но нужно вспомнить Эрик Берн, у меня всплывает Эрик Берн, нужно вспомнить Шефутинский, Михаил Шефутинский, всплывает он, Вилли Токарев он, Александр Разенбаум там тоже, а про уток-то у него есть песня такая, да. А над озером летают утки. Вот зачем мне сейчас эти утки? Но они уже у меня внутри живут лет 20 и все летают. И засоряют мое мышление. Теперь говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, которого я пытаюсь уже последние несколько лет, что я хочу, чтобы у меня внутри жил только царь Соломон. Я готов променять все свое знание, которое у меня было до момента вот этого, на то, чтобы у меня внутри был только Коэлит, Мишли и Тора. То есть я готов поменять вообще, не думая, вот просто бах, поменяйте мне. Все вытяньте, все вообще песни, школьную программу, институты. Все-все-все готов променять. Только оставьте Мишли, Коэлит и письмо Рамбана своему сыну. Все, я готов с этим жить и я уверен, что я с этим проживу великолепно и выстрою свою жизнь идеально во всех сферах, в семье, в здоровье, в деньгах, в отношениях с людьми и так далее. Значит, говорит нам царь Соломон четвертый отрывок. Маем амутим деврей пи иш. Воды глубокие слова рта человека. То, что выходит изо рта человека, оно на самом деле не изо рта выходит. Оно, здесь он нам показал, откуда оно выходит, то есть у человека внутри подсознания, как глубокий-глубокий колодец. И когда человек хочет что-то сказать, у него есть только намерение, что он хочет сказать. И это намерение, оно поднимает, поднимает оттуда какую-то, какую-то слова. И человек каждый раз не знает, что у него поднимется из вот этого глубокого колодца. Поэтому очень важно не засорять свою речь и свою голову, потому что там в нужный момент у тебя вдруг вылетят утки или какие-то слова плохие. И ты окажешься в ситуации предыдущего отрывка, как злодей, который начинает других позорить, а в этот момент ему отвечают еще хуже словами. Поэтому очень важно это знать и понимать. Глубокие воды слова человека. Нахаль, нуве, макор, хахма. И есть ручей, который течет из источника божественной мудрости. Это Тора. Слова Торы, это они от Бога. И когда ты присоединяешься к этим словам, и ты начинаешь изучать Тору. И особенно если ты начинаешь изучать наизусть слова Торы. Не песни Шевутинского изучать наизусть, которые там вообще непонятно, откуда он их взял, выточил он эти песни откуда. А если ты начинаешь изучать слова Торы, их запоминаешь и учишь их наизусть, то тогда это как источник жизни, который вытекает из источника мудрости, то есть от Бога. И когда у тебя есть вот эти вот слова Торы, которые тебя соединяют с Богом, и ты их знаешь наизусть, то тогда это другая жизнь, это другой внутренний мир. У тебя постоянно внутри источник света, божественного света, который тебя изнутри освещает, оздоравливает, дает тебе совершенно решение жизненное. То есть у тебя через слова Торы, которые внутри тебя живут, которые, опять же, это надо запомнить наизусть. Я вот, было у меня время, я старался очень много учить наизусть. Сейчас что-то помню, но если не повторять, то оно как стирается, да, то есть нужно обязательно повторять. Все, поэтому давайте еще раз. Четвертый отрывок такой, что слова все, которые выходят, они поднимаются как из глубокого колодца, из внутренности человека. Но если ты, есть источник жизни, который течет из макор хохма, источник божественной мудрости. Если ты слова черпаешь из Торы, то это, ты через эти слова соединяешься с Богом. Псалмы Давида, вообще, это просто. Если бы говорить с Ашры, Аиш, Аширло, Аллах бы отца Решаим. И начинает псалмы как раз Давид с того, что он говорит, что счастлив человек, счастлив человек, который не ходил по совету злодеев. Ведь ты, когда учишься чему-то или ты воспринимаешь что-то, ты же не знаешь, может, это злодей написал. Вот я считаю, этот Юваль Ноахарари, он злодей. То есть он идет против Бога, он говорит, что Бога нет. Он конкретный злодей. То есть человек, который идет против Бога, злодей. И когда ты, я поэтому эту книгу не читаю и читать не хочу вообще, потому что слова злодея, если они в меня войдут, так зачем мне это надо? Лучше я буду себя впускать в слова царя Соломона. То есть царь Соломон хотя бы, он жил нормальной жизнью, у него 700 жен было. То есть построил первый храм, второй храм построил. Не, он построил первый храм, второй храм уже не он построил. То есть это было, это, я хотел бы быть похож на царя Соломона, а не на Юваль Ноахарари. Ни в коем случае, не дай Бог. Все, удачи, успехов, дорогие друзья. Всем прекрасного, прекрасного дня, наполненного словами Торы. Все, всем пока, до завтра. До завтра. Напишите свои выводы, поделитесь с друзьями. Очень важно слова Торы, когда ты их учишь, чтобы обучать и учишь, чтобы применять. Тогда нам сказал вот спертьевод, тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, сохранить, запомнить слова Торы и сделать. Поэтому напишите свои выводы, поделитесь с друзьями и выполните то, что вы для себя решили. Все, еще раз легкие роды, если она еще не родила, то легких родов. Все, удачи, успехов. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok